здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема почему у меня трава под кустами и деревьями ой заметьте у меня там под яблоней есть даже крапива а знаете зачем я ее берегу вот в жизни не догадаетесь а дачный коктейль я из чего буду делать вот крапива есть по всему участку она еще маленькая но я подожду хотя бы сантиметров 50 чтобы она подросла и я ее все соберу подвяли и отправлю в бочку потом скажу как это все сделать я стою около яблони это яблоня сорт мельба так ее правильно нужно называть это яблоня в прошлом году подмерзла в позапрошлом она дала великолепные яблоки вот такие я их показывала они такие сладкие душистые но она подмерзла ну вот речь пойдет не о том как спасать яблоню а о том почему все таки под ней все задерни но ну дорогие мои пожалуйста в природе не бывает так как вы это делаете три года под яблоней может быть пар то есть черная земля по проекции кроны ну с выступом на 20 сантиметров три года все потом нужно задернить а зачем да закачем потому что это теплое одеяло от перегрева от переохлаждения вы понимаете что без такого одеяла растение просто страдает и вот это вот обмерзание тоже не просто так еще бы корневую прикрыть бы а если бы еще прививки были сделаны правильно вот я категорически против того что прививка делается вот на таком расстоянии от корневой шейки и что нам дает вот это дичка вот этот кусок дички у нас снежный покров находится вот так вот то есть там где культура уже а вот здесь над снежным покровом у нас температура минус 46 было вот здесь на даче было минус 54 да какая культура нафиг выдержит да никакая просто почему вы не делаете прививки это я к тем кто этим занимается профессионально на высоте 70 сантиметров чтобы дичка у нас тут была они культура ведь вот в сибири есть такие умельцы которые делают прививки правильно и это мое глубокое мнение и я его буду отстаивать что прививки все таки вот для нас должны быть ну несколько иные вы задаете вопросы да вот у вас под кустами трава смородины а должно быть чисто не должно быть чисто должно быть если только вдруг вашу смородину посетила какое-нибудь либо животное насекомое а либо это болезнь вот тогда вы когда будете лечить вычистите все у меня нету болезни мне нечего бояться и я считаю что то что сбросила смородина свои листья это вам не розы которые гниют да и сами себя уничтожают она этим же и питается у гортензии нельзя убирать листья из под нее это ее питание и так нужно она прикрывает себя от переохлаждения корневой системы да поймите вы что вот все одинаково быть не может надо понимать в чем разница и почему здесь так а вот у древовидного пиона вот он рядышком посмотрите а у него все отмульчировано а у него там нет травы вот есть разница между ними и вы это должны не только понимать но еще и и делать все как положено потому что ну дорогие мои вы просто соотноситесь всегда с природой если это вообще из теплых краев приехал этот пион древовидный так конечно ему вот так вот все блага прямо благоустроенное у него тут место но если вы представляете себе яблоню яблоневый сад ну где вы видели чтобы вот окапывали все время почву под яблоней да нет конечно подстригать можно что я с успехом и делаю ну сделать там землю черную мне это даже в голову не придет а я знаю почему такие вопросы задаете потому что вы привыкли поливать шлангом бросили шланг прямо под скелетные вот эти вот ветки и под этот ствол да и идет вода три часа вы размоете все что там корень это же зеркальное отражение верхней части дерева вы все размоете вы все погубите вы должны понимать что вот проекция кроны одеяло оно никто не отменял это именно вот этот дерн сохраняет влагу это именно дерн защищает от палящих лучей я не знаю как у вас лето а у нас в прошлом году вот виллы были просто 35 40 38 42 и этом я прилетала сюда на съемки я думала что тут спекусь хорошо в подмосковье дочь все время и плюс 17 вот я там отдохнула по у нас это невозможно так что уж извините меня когда я пишу ответы ну может не очень культурные но не доставайте меня ладно потому что все что вот это сделано она выстрадана годами она вычитана перечитана я рекомендую всем упрямым которые задают такие вопросы почитайте мичурина очень полезно будет а кроме него масса прекрасных профессионалов садоводов плодоводов овощеводов ну читайте хоть немножко а я вам секреты только буду открывать целую обнимаю ваша тетя таня